У меня только один вопрос сегодня. Вы говорили про ожидания, и я чувствую, что иногда у меня слишком много принятия в отношении других людей. Как это «слишко много принятия»? Я привязываюсь к окружающим меня людям. Нет, нет, это не принятие, это исключение. Если я привязываюсь только к вам среди всей этой толпы, то есть это включение или исключение? Исключение. Не нужно навешивать неправильные ярлыки, называя исключение принятием. Это может принести проблемы. Как мне убедиться, что я избавляюсь от ожиданий по отношению к другим людям и не позволяю, чтобы их мнения обо мне влияли на меня? Есть две входные точки, через которые что-то подобное попадает в вашу голову. Вот эти две. Мы можем сделать затычки иша, если хотите. Не знав, что на подобный спрос, наш ремесленный отдел может сделать органические беруши иша. Хлопковые, деревянные, или просто арахис, два ореха, беруши с высоким содержанием белка. То, что вы называете привязанностью, это, естественно, следствие исключения. Как только вы выбираете между одним и другим, для вас, естественно, запутываться в этом. Мы уже говорили об этом сегодня. Мы принимаем и грязь, и фрукты. Но когда мы начинаем есть, мы выбираем фрукты. Вот выбор, который мы делаем. Когда дело доходит до физической активности, мы совершаем выбор. Но когда мы просто сидим здесь, необходимости выбирать не возникает. совершается выбор для определенного вида деятельности. Но для остальной жизни нет необходимости делать выбор в каждое мгновение вашей жизни. Вот что означает принятие. Принятие не означает, что вы потеряли способность различать. У вас есть способность различать. Она полезна только для совершения действий, но не для того, чтобы просто быть здесь. Для того, чтобы просто быть здесь, вам совершенно не нужна способность различать. Для того, чтобы быть живым, избирательность не работает. Но вам нужна избирательность, чтобы действовать, иначе вы не сможете действовать разумно. Так что эта проблема привязанности или чрезмерной привязанности кому-то одному естественным образом приведет к глубокому отвращению ко многим другим. Видите ли, чтобы уравновесить вашу так называемую любовь к одному человеку, вам придется испытывать глубокое отвращение ко многим людям. Вы не сможете их терпеть. Пожалуйста, посмотрите на это. Именно так это и работает. Может быть, вы этого и не заметите, пока те люди, которым вы испытываете отвращение, не окажутся рядом с вами. Вы испытываете неприязнь. У вас есть неприязнь, но поскольку они не приближались к вам, это не чувствовалось. Если они окажутся здесь, вы почувствуете это, потому что подобное уравновешивание происходит всегда. Что касается ваших ожиданий по отношению к людям, это касается не только людей, это касается всего, что является источником всех человеческих страданий на планете. Жизнь не происходит так, как, я думаю, она должна происходить. Скажите, есть ли какая-нибудь другая причина? Жизнь идет не так, как я думаю, она должна идти. Это единственный источник страданий в жизни человека, не так ли? Скажите, что легче изменить, ваше мышление или мир? Поменять ваше мышление очень просто, не так ли? И прежде всего, когда ваши мысли имеют для вас такое большое значение, взяли ли вы под свой контроль эту способность к мышлению? Нет, вы в состоянии ментальной диареи. Если все, что происходит в ваших мыслях, сбудется в вашей жизни, вам конец. К счастью, мысли не сбываются. Вот мое благословение. Пусть ваши мечты не сбудутся. Потому что, судя по вашим мечтам, если все это сбудется, вам конец. Потому что ваши ожидания исходят из очень ограниченной картины жизни. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь давала максимальную отдачу, даже в материальной жизни, я не говорю о какой-то духовной сфере, просто в вашей материальной жизни, если вы хотите достичь максимума в этом мире, у вас не должно быть никаких ожиданий. Это как медитация шунья. Никаких ожиданий. Никаких ожиданий не означает, что у вас нет ориентира. Просто вы не занимаетесь постоянным расчетом. «Ой, я не получил то, что хочу, то, что я хочу, не случилось». Нет. Просто мы хотим двигаться в этом направлении. И насколько далеко вы пойдете, зависит от того, сколько у вас топлива. Если у вас есть ожидания, вы впустую тратите все свое топливо, просто разгоняя двигатель, просто без конца газуя. Так далеко вы не уедете. Ожидание, которое охватило вас, произошло с вами, потому что с самого детства люди начинают спрашивать вас уже с трех лет. Люди говорят, «Скажи мне, кем ты станешь? Доктором? Программистом?» Начинают спрашивать уже в три года. Ожидание, которое родители возлагают на своих детей, по большей части нереалистичны и глупы. Это плохо и для них самих, и для детей. С самого раннего возраста многие из вас начинают культивировать эту же тенденцию. Давайте сделаем в жизни вот что. Понимаете, вся эта проблема в том, что счастье относится к завтрашнему дню. Понимаете? Почему ваши ожидания так сильно влияют на вас? Счастье относится к завтрашнему дню, а не к сегодняшнему. Я буду счастлив только когда произойдет это, это и это. Теперь, когда вы становитесь все более и более несчастными, это и это все больше отдаляются от вас каждый день. Вместо того, чтобы приближаться, оно уходит. По мере того, как вы становитесь все более несчастными, сила ожиданий становится все сильнее. Допустим, вы переполнены блаженством, но вы хотите, чтобы произошло что-то конкретное. Вы начинаете работать в этом направлении, а завтра вместо того, чтобы приблизиться к цели, вы только отдалились. Это не принесет каких-то огромных страданий. Это не принесет никакого страдания, потому что вы радостные. не исправив это, вы пытаетесь делать разные вещи в мире. Еще давным-давно Кришна сказал «Йога стаха куру кармани», что означает сначала необходимо утвердиться в йоге, а затем действовать. Но вы начали действовать кое-как, и поэтому пришли к йоге. Поэтому мы пытаемся исправить это. Вы все еще молоды. Забудьте о том, что вы хотите в мире от себя, от людей и от мира. Отбросьте то, что вы хотите. Сначала добейтесь того, чтобы то, что происходит внутри вас, определилось вами и никем, кроме вас. Просто сделайте одно это, и естественным образом вы выберете стать приятными. Когда вы испытываете приятные переживания, в моей жизни не произошло десять тысяч разных вещей. Ну и что? С радостным энтузиазмом я буду стараться воплотить это. И шансы оправдать ожидания будут высокими. Если ничего из этого не воплотится, какая черт возьми разница? Ведь мой опыт пребывания здесь замечательный. В любом случае, не исправляя фундаментальные аспекты, мы пытаемся убежать. Мы не исправили это, но мы пытаемся отправить это куда-нибудь. Это проблема. Если вы хотите управлять своим автомобилем, вы должны сначала убедиться, что на нем правильно закреплены колеса. Два колеса с незакрученными гайками, машина на домкрате, а вы пытаетесь ехать. Сами знаете, это будет катастрофа. Вы все еще молоды. Нет необходимости, чтобы сейчас в вашей жизни что-то происходило. Это время, чтобы вы настроили себя. Это не время для вождения. Если вы начнете ехать до того, как поставите колеса, это будет катастрофа. Не делайте этого с собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok